Середина 19 века. Русское село. Мальчик катается на санках. Он задержится на морозном воздухе немного дольше, чем обычно, и заболеет скарлатиной. Результатом станет частичная глухота. Если бы не это частное трагическое событие, произошедшее полторы сотни лет назад в Рязанской глуши, возможно, вся космическая эра была бы другой. А может и не было бы ни нашего спутника, ни нашего человека в космосе. Именно в селе Ижевском Рязанской губернии ровно 160 лет назад, 17 сентября 1857 года, человек сделал еще один шаг в космос. До отмены русского рабства, крепостного права, остается 4 года. Первый кинокадр в мире увидит свет почти через 40 лет. Версты переведут в километры через 60 с лишним. А первый искусственный спутник Земли полетит вокруг нее вообще через целое столетие. Мальчика, который родился в Ижевском ровно 160 лет назад, звали Константин Циолковский. После случая с катанием на санках из карлатины, глухота оторвала Циолковского от сверстников, от полноценного общения и еще больше привлекла к книгам и знаниям. Вот таким, с самодельной жестяной трубкой для слуха, его и запомнит человечество. Подростком Циолковский начал настерить и изобретать. Прошлый век подталкивал его к открытиям буквально. На толкучке покупались пышные кринолины, из которых выдергивались стальные обручи. Из стали Циолковским скручивались пружины, которые приводили в движение самодельные локомотивы и коляски. Но Циолковский отказывался ограничивать передвижение поверхностью Земли. Юношей он переехал в Москву, поступать в высшее техническое училище. Сейчас это знаменитое Баумангарь. Научиться Циолковский стал сам. Ежемесячные 10-15 рублей он тратил так. 90 копеек в месяц хлеб и вода. Остальное — реактивы для опытов. Циолковский стал ученым-самоучкой, и куда бы его не забрасывала судьба — в Вятку, в Боровск, в Калугу, для него через науку был открыт весь земной шар и, более того, весь космос. Он работал учителем арифметики, а потом преподавал физику в епархиальном женском училище. Но целился куда выше. На свои деньги он построил 100 экспериментальных моделей летательных аппаратов. Это была вселенная, в которой полунищий, полуглухой провинциальный учитель был один царем и богом. Он постоянно встречал отказ. Ему доказывали, что металл в воздухоплавании бесполезен и неприменим. А Циолковский гнул свою линию. Металлические аэростаты не то что в воздух, в космос полетят. Он твердо формулировал еще в 1883 году, в досамолетную эру. Единственный способ передвижения во внеземном безвоздушном пространстве — реактивный. Значит, нужна ракета, в которой будет происходить такая реакция, которая заставит ее улететь туда, откуда Землю видно вот такой. Главная работа Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами» была опубликована в 1903 году. В ней, тогда, когда еще не все слышали об автомобилях, он предлагает создать ракету на жидком топливе, а вслед за ней запустить искусственный спутник и орбитальную станцию. И оковы падают. Идеи Циолковского уже нельзя принимать не всерьез. В 1929 году с ним встретится Сергей Королев, будущий создатель космической программы. Циолковский умрет в 1935 году уже признанным ученым. Его мечты станут реальностью, а идеи провинциального ученого-самоучки превратятся в настоящие космические полеты. Вначале спутника, потом собаки, а затем и человека.